всем привет сейчас поговорим про то как подключить матрицу от старого ноутбука к компьютеру естественно основная проблема тут в том что выходы на матрицы совершенно не похоже на то что можно воткнуть в компьютер собственно разобрав свою матрицу вы увидите нечто что-то типа такого вот здесь будет на основной плате некоторый разъем и к нему надо что-то подключить что на втором конце будет иметь выход на компьютер соответственно проблема в том что так просто это сделать нельзя распиновка здесь и сигналы совершенно не соответствует обычным видео выходом соответственно необходимо некоторое устройство конвертер которая будет переводить сигналы из обычных видеокабелей которые можно купить и подключить в видеокарту или во встроенную видеокарту и на втором конце будет иметь что-то что может подключиться непосредственно к матрице ну в общем то тут особо никаких секретов нет есть множество различных устройств предоставляющих различную функциональность и подходящую к различным матрицам в частности вот пример один такого устройства здесь имеется всего один порт hdmi вот я уже смонтировал это будет такой вот корпус но в этом чуть попозже продавца у которого я купил эту плату я укажу в описании проблема здесь только в том что качество этого всего ну скажем так не фонтан первое что могу сказать то что на обратной стороне все залито флюсом и при этом флюс я не смывал потому что он по липкости вроде как канифоль ничего страшного не будет но это определенный минус при этом с этой стороны никаких проблем нет то есть пайк хороший все элементы ровненько лежат нигде ничего никаких подтеков ничего нет соответственно второй недостаток именно данной платы является то что вот это вот силовая часть питания очень сильно греется я получала 90 градусов но я сейчас еще подключу еще раз вам покажу то есть тут надо колхозе дело в том что рядом стоят конденсатор естественно когда эта штука греется до 90 градусов конденсатор быстро выйдет из строя то есть это максимум если не исправить эту ошибку продержится устройство несколько месяцев и потом выйдет из строя то есть ну такое скажем вещь не супер хорошо сделано но тем не менее ссылку на продавца я оставлю по одной простой причине дело в том что помимо самой платы нужно еще кабель который будет подключаться к вашей матрице то есть вот он мне уже подключен он состоит из двух частей это питание подсветки и непосредственно передачи данных и питания самой матрицы вот эти разъемы которые сзади они бывают разными и распиновка бывает скорее всего тоже разные лично я просто этому продавцу в алиэкспрессе в самом магазине можно написать продавцу я продавцу написал вот этот вот номер и сфотографировал его то есть который вот этот вот n156 b6-l06 ревизия c1 и я просто написал продавцу скинул фотографию задней части на всякий случай сфотографировал и сам коннектор чтобы точно было ему понятно 30 пин 40 пин здесь потому что я человек неискушенный в этом плане и внешних отключить не могу продавец естественно это все может сделать и просто попросил его чтобы он мне собрал набор того что мне нужно купить и я ему сказал что мне нужно hdmi кабель он соответственно мне дал ссылку вот на эту штуку в комплекте уже были кнопки естественно как у любого монитора есть кнопки вот эта кнопка включения эта кнопка меню эти две кнопки это вверх вниз по меню также эта кнопка внутри меню вхождение в редактирование параметров то есть например взошли в какое-то меню там например яркость нажимаете еще раз открывается уже редактирование эти кнопки становятся вправо влево это выход из меню или подменю соответственно эти кнопки становятся вверх вниз это включение и выключение монитора что вам понадобится к плате еще то есть как вы поняли выбор самой платы это не очень большая проблема потому что я думаю любые магазины которые в алиэкспрессе торгуют подобным там люди есть которые могут проконсультировать в этом вопросе более того есть множество различных вариаций то есть это я уже сказал только hdmi есть платы в которых несколько видео выходов точнее видео входов и также есть платы от телевизоров то есть вы можете свою матрицу превратить в телевизор можно будет вставить антенну можно будет вставить еще светодиод для пульта пульт купить и пользоваться как полноценным телевизором мне в данном случае этого не надо было и мне хотелось чтобы просто была не очень большая плата соответственно вроде как удовлетворяло этим всем условиям второе что еще нужно к этому купить чего я не купил правда это не купил специально но наверное даже жили что не купил это блок питания дело в том что питается эта штука 12 вольт соответственно какая у меня была мысль взять и запитать от молекса ну я на самом деле так и буду делать питать от молекса но сейчас бы наверное все таки решил купить блок питания матрица я так понял где-то порядка нужно около двух ампер то есть 12 вольт 2 ампера это сейчас я вспомню математику второй класс даже первый класс 24 ватта то есть обычный небольшой блок питания на 2 ампера 12 вольт справиться если у вас матрица не ледовская то есть здесь лед подсветка у матрицы а есть матрицы с со старой подсветкой там еще есть отдельный блок питания подсветки там блок питания нужно уже помощнее и стоит это побольше то есть вот эта штука мне обошлась 1100 рублей что ли лечет такое вместе с этим кабелем а которые для старых матриц с подсветкой отдельно еще блоком они стоят где-то 1400 рублей самые простенькие вот такие вот ну самые простенькие они подешевле они с вга это почти самая простенькая там они рублей на 200 300 подешевле но все-таки я решил заказ заколхозится от молекса и был сделан вот такой вот хитрый кабель ну колхоза тут много к сожалению я думал найдется у меня что-нибудь что хорошо воткнулась бы вот сюда в питание здесь кстати если присмотритесь четыре пина на питание но на самом деле два дублируют два из них то есть тут на самом деле только два контакта два крайних это земля и два крайних это 12 вольт только не помню какие они сзади подписаны и соответственно подходящего коннектора и не нашел но все-таки это крепится не колхозными методами сейчас я сделаю покрупнее тут внутри есть такие специальные коннекторы которые рассчитаны как раз на подобные пины то есть вот на такие штрихи как в этом разъеме поэтому вставляется все нормально единственное я не помню сейчас уже где 12 где земля то есть открутить не все-таки придется хотя я протупил ну эта штука я думаю ни у кого никаких проблем не будет чтобы вытащить лишние контакты там есть усики внутри которые можно подогнуть пинцетиками каким-нибудь и это все вытаскивается то есть если у вас есть обычный вот такой вот молекс лишний вытаскиваете оставляйте сколько надо и колхозите в свое удовольствие в общем то не знаю естественно здесь у меня вот такой вот был коннектор который я разобрал со второй стороны ну в общем как-то сделал реально колхозно лучше все-таки купить блок питания я почему думал молек сделать чтобы не надо было включать монитор потому что естественно это монитор он в режиме ожидания там светодиодом каким-нибудь горит в данном случае здесь светодиод умеет гореть двумя цветами один это желтый зеленый а второй это рыжий не помню какой из них по моему рыжий это режим ожидания то есть когда монитор выключен и зеленый это когда режим работы соответственно я ничего включать не хочу каждый раз включая компьютер хотел просто запитать от 12 вольт чтобы он сам включался с включением компьютера в общем-то он включается с включением компьютера тут проблем нет и в общем то остается только одна проблема как этим всем пользоваться дело в том что ну матрицу вы просто так никуда не поставить не положите она все-таки очень хрупкая все но вот даже так гнется естественно спереди у меня стекло точнее это пластик но он все равно может треснуть если гнуть все если что-то упадет он тоже треснет так что эксплуатироваться это будет все дело в в старом корпусе но как видите здесь уже есть ряд небольших изменений мое решение сделать корпус было таким то есть вот это вот вставляется вот сюда вот матрица устанавливается в свое штатное положение внутри корпуса вот это вот одевается вот таким образом прикручивается сейчас я прикручивать не буду естественно в рамках этого видео вы уже увидите финальный результат как это все будет установлен на компьютере точнее установлен на моем столе и получается вот такой вот бутерброд то есть кнопки сверху да еще сразу скажу что я изначально планировал себе вертикальный монитор сколько у меня уже были вертикальные мониторы я знаю что это очень удобно сейчас я пока это не собираю потому что я еще должен приколхозить радиаторы радиаторы вам тоже покажу температуру вы наверное уже видели так и дальше что я с этим решил вот здесь сверху также будет еще одно крепление то есть монитор будет подвешен вертикально за крепление по центру сверху и крепится оно будет к штанге держателя для микрофона то есть на алиэкспрессе я также купил еще держатель для микрофона он вон пределом к столу сейчас ну скорее всего я его чуть-чуть перевешу и монитор я смогу двигать в любом направлении как мне это вздумается собственно подобная штанга у меня уже имеется и на ней сейчас установлен микрофон звук с которого вы прекрасно сейчас слышите то есть вот так вот эта штука идет и вот здесь она заканчивается микрофоном соответственно я могу подальше микрофон когда не нужен убрать так же и с монитором я смогу то есть не нужен убрать нужен пододвинуть в общем-то я продолжаю заниматься сейчас это все будет дособрано доколхожено где что надо вы же увидите уже скоро результат и для вас свершилась магия монтажа до этого монитор точнее кронштейн висел вот здесь теперь я его перевесил на то место на которое планировал его повесить он висит на одном кронштейне вместе с микрофоном который вы можете вот так вот наблюдать и кронштейны практически одинаковые хотя на самом деле они чуть-чуть разные и ссылку в описании на кронштейн я дам именно вот на тот на котором микрофон здесь обратите внимание есть еще одна крутилка ручная тогда как на том ее нету в общем они на самом деле совсем разные но речь не об этом и еще сразу скажу что к сожалению тот провод который я вам показывал в начале он немного не контачит в одном месте конкретно вот здесь вот поэтому он будет еще чуть-чуть переделанный вот этим вот прекрасным приспособлением и к сожалению пока я не могу активно двигать монитор как вы видите он прекрасно себе отваливается но возможности по его настройке действительно довольно неплохи будут также я еще в самом начале забыл упомянуть то что сама эта плата которая подключает монитор непосредственно к компьютеру называется скалер в принципе любая материнская плата для монитора или телевизора называется скалером и искать когда вы ищете там на алиэкспрессе или в поисковых системах надо именно скалер и вам будут предложены те варианты которые существуют и вариантов действительно много с разными портами с разными возможностями что еще самое главное я не рассказал скалеры делятся еще на два подтипа первый это универсальные скалеры и второй это не универсальные скалеры не универсальные могут работать только с определенной моделью в плане битности разрешения герцовки это либо платы специально разработанные под определенный тип матрицы как это происходит например при создании нового монитора или телевизора либо это программируемые скалеры как тот что у меня конкретно то есть его продавец перед отправкой прошил под мою матрицу опять же основываясь на том что на фотографии было написано про эту модель матрицы универсальные скалеры организованы несколько иначе и сконфигурировать их предлагается уже непосредственно владельцу после покупки обычно на тыльной стороне есть таблица где указаны все режимы работы и подписано какие перемычки надо замкнуть для активации нужного режима с одной стороны это плюс так как позволяет например при наличии разных матриц не запариваться а сразу купить нужное число скалеров и потом уже под конкретную матрицу каждую свою конфигурировать ничего не подключая не перепрошивая заранее не разделяя что этот скалер для этой матрицы этот скалер для другой матрицы и так далее но с другой стороны это естественный минус так как не будет выполняться принцип что тебе пришло что-то в пакете ты все провода воткнул и все работает то есть тут выбирать надо исходя из своих потребностей и однозначно для всех что-то конкретное посоветовать нельзя разнообразие скалеров на алиэкспрессе на самом деле огромное так что найти что-то под свои нужды в плане габаритов портов и всего остального при желании можно без особого труда ну и в общем то на этом я заканчиваю видео если оно было полезно не забывайте про лайки подписывайтесь на канал если ранее этого не сделали ну а пока всем пока и до новых видео до новых встреч